Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гел. Сегодня поговорим о зонировании, что это такое, зонирование территории и нужно ли оно вообще. Представьте на примере, в вашей квартире есть зона, прихожая, зона, где вы отдыхаете, где вы спите, спальни, так называемые, детская комната, ванна, туалет, кухня, гостиная, все это отдельно. Вы приходите домой и вы прекрасно понимаете, что вы хотите сделать в первую очередь, туда вы и двигаетесь. Точно так же и территория, которая за вашим домом, за вашей квартирой. Точно так же это участок, та территория, на которой располагается ваш дом. Мысленно размасштабируйте свой дом и вы получите понимание, что да, действительно, очень удобно, когда ты имеешь представление, что куда идешь и зачем, и понимаешь, что там для этой цели у тебя то-то есть. Для другой цели у тебя какой-то другой определенный там предмет лежит, что-то, какие-то предметы, где-то машина стоит. Конечно, зонирование территории необходимо для того, чтобы у каждого члена семьи, у вас в том числе, было понимание для вас, для самих и для вашего подсознания, что где можно найти. И когда вы устраиваете свою территорию грамотно, гармонично, и вы, каждый член вашей семьи понимает, что да, чтобы пойти в зону отдыха, я сейчас вот так вот пройду и окажусь в зоне отдыха. Там расслаблюсь, почитаю книжечку. Если я, допустим, хочу съесть вкусные ягоды, вкусные плоды, я пойду вот по этой дорожке и приду, там у меня фруктовый сад. И тем самым всем становится очень легко, комфортно и гармонично, когда определены функции территории, для чего каждая зона, имеющаяся у вас зона, для чего она нужна, с какой целью она вам будет служить. Тем самым вы понимаете, облегчаете задачу и себе, и вашим близким, и тем же гостям, когда прочитывается моментально, что да, здесь беседка, это уже, скорее всего, что это зона отдыха. Там я вижу барбекюшницу, значит, это там зона тоже может быть отдыха и приготовление, может быть, это уличная кухня, приготовление еды. Вижу где-то футбольные ворота или там лазинку. Ага, это детская игровая площадка. Важно, чтобы это не все вместе, не все в куче было. Представьте, если у вас дома будет все вот эти зоны, о которых я раньше говорила, домашних, кухня, ванна, туалет, гостиная, спальни, прихожая, все будет в одном месте, посреди, будет там стоять раковина, посреди гостиной. Это неуютно, это неудобно. То же самое происходит и у нас на участках, на наших территориях, которые загородные территории. Поэтому для того, чтобы мы сами и наше подсознание, и наше окружение не напрягалось лишний раз, все должно быть считываемо и угадываемо, что, для чего это служит, какая это зона, какие-то характерные атрибуты каждой зоны. И тогда у вас будет прекрасно организовано ваше пространство, в котором будет комфортно не только вам, но и вашим близким, любимым и друзьям. С вами была Георгиевская Татьяна. Я уверена, что ландшафтному дизайну можно научиться. Любите окружающее вас пространство. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!